всем привет мои дорогие друзья и с вами я человек халат в общем у нас немного похолодало уже вот пришел поэтому я сегодня в халатике нет давайте я сниму наверное купишь он один наушники чтоб вы меня видели как обычно и у меня уже ночь уже темно поэтому может быть проблемы с цветом моего и пола ну темная но я думаю вы уже привыкли к этому я все хочу купить этот свет туда базара не доеду или когда приеду уже денег нет ладно короче в общем поправим наушники и что же я вам обещал интересный факт что сегодня выходит серия золотом двигателе а я пишу это вы представляете насколько когда вы посмотрите вы поймете насколько поздно выходят ролики потому что у меня просто иногда нет времени их обработать и быстрее выложить я бы с радостью выкладывал хоть по два ролика в день но пока не достаточно времени так давайте ой зачем мне escape мы я обещал тебе помнишь да что мы с тобой поедем на автомобильный аукцион давай этими займемся раз обещал нужно выполнять правильно правильно а что это значит а вы можете мне сказать что это значит сэлвер с сэлвич кар аукциону давайте сюда сначала так а что это это у нас машины которые стоят на аукционе я правильно понимаю да оба ребята слушайте а мы вот эту машинку разве делали по моему не делали так давать посмотри что так долго грузится а хорошо так и чё это вот машины которые на аукционе хорошо а чё ну типа она в неплохом состоянии ну да потрёпана да ну давайте что здесь можно состояние автомобиля хорошо что здесь она типа уже нам нет не все известно что я ничего не понимаю но я так понимаю все присутствует да давайте проведем диагностику да ради интерес смотрите да это живое автомобиль у ребят просто живой автомобиль у него все почти живое смотрите вот проверяю желтый и зеленый бы я даже не знаю а что а как сам аукцион проходит хорошо а вот начать аукцион предложить цену серьезно это подождите сейчас какая цена 25 тысяч 29 тысяч 33 тысячи за эту машину ну давайте поставим что происходит я не понимаю валин до 48 тысяч уже ну ладно давайте 50 тысяч 51 тысяч все я не буду я ее покупать 53 тысячи она ушла продана ладно давайте мустанг попробуем купить не особо понял как это происходит хорошо вот единственное что загрузка автомобиля долго мустанг тоже в хорошем состоянии я так понимаю я попал на аукцион каких-то блин нормальных машина потому что смотрите мы проверим двигатель и смотрите на зеленый просто тут машины в охоте нам состоянии то что за аукцион такой нас наебать где-то пытаются пробег 149 тысяч все зеленое вообще да что мы знаем ну ладно давайте на аукцион начать аукцион ну давайте попробуем и тысяч за 30 купить наверное да хоть там мы не купим или давайте блин тут я даже 31 уже 32 33 34 я даже я не предлагаю ставки это компьютер предлагает я предложил 39 40 слушайте но тут машины просто я боюсь прогореть сейчас 50 тысяч за мустанг 55 сушите ну я не могу это капец они идут каких-то бешеного давайте вот сюда сходим так а здесь у нас что это я вы поняли вот нас и вычка раз пошел здесь какие-то тоже вот вот тоже есть мустанг супра а оценка звездок смотрите здесь вообще убитые походу будут в хлам ну давайте попробуем также мустанг это я мерин мерседес нахуй меня не пускают к мерседесу мне говорят вот и к этому понятно в общем здесь все понятно тот аукцион отличается тем что там машинки на ходу этот аукцион отличается тем что здесь хлам и просто сейчас у нас все красным желтым на ну вот вот понятно ладно хорошо давайте попробуем править предложить цену 300 баксов давать о вот это наши цены вот это я понимаю вот это наши цены да сейчас тысяч за 10 наверное и заберем я конечно не уверен но может пополучится оценочная стоимость 7000 7500 оценочная стоимость мы уже за 8 завалили мы забрали ее за 8 461 хорошо получить ну припаркуйте ее в гараже так а знаете что я хочу все таки еще раз вернуться сюда давайте какую-нибудь машинку вот здесь вот не в дорожник на 5 звезд оценка 21000 оценочную стоимость сейчас мы посмотрим так долго грузится долго грузится это меня напрягает так вот он внедорожник да такой у нас тут а 4 двигатель ой зачем я не туда зашел такая 4 да в принципе как я и говорил оценочная стоимость данного автомобиля 59 тысяч давайте попробуем ее чуть ниже оценочной стоимости взять я просто пробел называю нажимаю короче и он это вот и дешевле возьму 49 54 так мы оценочная стоимость автомобиля 59 тысяч мы ее только что купили за 54 правильно 54 да так ну давайте получим тоже поставим в гараж хорошо мы купили одну машину здесь одну машину здесь давайте вернемся в гараж и посмотрим что нам это дало что нам это дало что мы купили две машины я так подозреваю не ахуя нам это не дало так вот мне интересно сразу внедорожник посмотреть все зелененькая купили записать 4 можем продать за 31 слушайте но мы ее очень хорошо я даже делать я не буду я просто я просто жму все так на джипе мы наварились хорошо неплохо здесь мы как-то ну чуть-чуть в минус ушли но это очень легко делается смотрите в общем мы переставляем машинку на мойку мустангу мы его наверное восстановим все таки этого так давайте его помоем он какого у нас зеленого цвета какого-то да да какой-то темно зеленый цвет поносный такой так салончик тоже почистим у машина конечно мустанг мы еще кстати не делали так что может мы его сейчас и в основном так перестань у а зачем его переставлять статус пожалуйста полторы тонны мы выиграли мы уже в плюсе даже если эту машину продадим хорошо давайте попробуем ее переставить на первый подъемничек интересно будем заниматься мустангом а давайте хулине да так давайте его заварим сразу до шопу нас уже по красоте стояла то и последнее время что-то их не мыл не варил отлично так это сварочный аппарат нам уже не потребуется быстренько разберем по кузову тут все снимем что нам не надо да сразу все разберем потому что это все равно все отправляется на сволочку и на самом деле мне понравилось ходить на аукцион то есть вот как мы с этим джипом просто блин так хорошо фартануло нам так хорошо мы подняли бабки так вроде я все снял по кузову ну вроде да вроде все давайте еще раз сходим на аукцион автомобиля мне прям понравилось по приколу по приколу мы на джипе наварили 35 кусков просто его купив неплохо неплохо давайте еще какую-то машину такую вот которую не нужно восстанавливать да с первой начнем с первой машины начнем вот 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 этот момент вот темной загрузки просто темная загрузка темные как что за беспредел мне не нравится так вот у нас это пентли rolls-royce или и что-то в этом роде суть по всему так не знаю если что пишите в комментариях давайте сразу на аукцион оценочная стоимость 47000 попробуем ее забрать приблизительно в этом районе за 50 давайте ее попробуем забрать но не знаю тут такие ставки блин давайте попробуем где-то за полтинник забрать судя по всему у нас это никто не выйдет что-то злые конкуренты со мной а за 46 тысяч мы ее забрали неплохо хорошо получаем ставим в гараж так давайте еще одну машинку возьмем какую-нибудь какую можно поторговать да вот на оценка 35 тысяч начнется с давать самую дорогую тут она то и будет по 30 35 тысяч самая дорогая по состоянию так подозреваю на тоже все в идеальном состоянии по состоянию она в идеальном состоянии неплохо да я сказал рэп рэп пацаны так вот этот автомобиль давайте статус посмотрим понятно в общем хорошем состоянии о в 8 хорошо давайте сразу на аукцион оценочная стоимость 81 тысяча давайте попробуем попробуем ее забрать сейчас вот боты на играются и потом мы вступим в бой пока пока играют боты я пока ничего не тыкаю ставок с моей стороны ой ну предложил случайно хорошо бывает тут предложу еще хорошо еще предложу я хочу ее забрать еще предложу ладно предложим не будем до последнего тянуть будем сразу предлагать потому что но боты в любом случае переплюнуть переплюнуть меня боты 79000 уже 80000 я дал 81 946 и выиграл данный аукцион хорошо тоже получаем данный автомобиль тоже ставим его все давайте вернемся а под блин зря надо было на свалке еще посмотреть ну как свалка аукцион свалочных машин может там что-то и какой-то интересный экземпляр попался теперь давайте посмотрим прогорели мы или выиграли да так ну давай крутись родная интересно мне интересно стало даже были на аукцион тоже такая штука так вот наш rose и вот это давайте сразу идем ой зачем переставить в статус автомобиля и смотрим 12000 прибыли отлично продаем автомобили изи бабки изи бабки хорошо а вот дорогущий автомобиль сразу идем статус все понятно 27000 прибыль слушайте ребят зашибись просто поднял бабки на аукционе у нас уже почти почти 400 кусков еще один способ как поднимать денежки да хорошо отлично давайте тогда приступим к нашему мустангу первым делом знаете что я сделала я проверю весь автомобиль ребят в общем провел диагностику двигателя ну как в целом все что смог проверить проверил и вот какому состоянию мы пришли я проверил все что я мог проверить и в общем состояние у машины плачевное плачевное состояние еще много чего мы не знаем и отсутствует детали да а что у нас а так у нас все есть но отсутствует салон и кузов но это ничего страшного отлично значит это знаете что означает что у машины присутствует абсолютно все детали если мы берем на авторазборе то у нас там половина двигателя допустим нету а здесь все стоит ребят все на месте но все убитая и знаете что я меня удивило что присутствует бачок омывателя и бачок жидкости гидроуситете руля а сейчас мне интересно снять аккумулятор у нас есть такая штука которая заряжает аккумуляторы зарядное устройство я хочу поставить сюда данный аккумулятор смотрите он реально исцеляется а ну пока нельзя снять не да вот вышла давайте проверим стопроцентный аккумулятор отлично значит мы сможем восстанавливать аккумуляторы это мне уже нравится уже радует так здесь нет пока и кузов ну 6 уровень до сих пор я не прокачала его можно как-то или еще рано у нас нету очков улучшения мы не можем ничего прокачать в общем что мы с вами делаем так во первых мы проверяем первым делом стартер внизу значит мы с вами первым делом снимаем коробку снимаем стартер сливаем все жидкости а именно масло нужно слить в первую очередь чтобы достать что чтобы достать двигатель все про а масло там и не было хорошо пусть будет так давайте снимем коробочку ну сначала мы снимем стартер потому что он нам просто не даст снять коробку а кардана нету смотрите кардана нету начни все присутствует но очень много запчастей присутствует это уже это уже огромный плюс коробочку сняли также переднюю часть выхлопной системы давайте тоже передние выхлопные трубы тоже снимем на всякий случай но чтобы они нам не мешали и все я думаю двигатель отсюда вылезет я думаю двигатель отсюда вылезет давайте опустим так а что мы с ним будем делать если честно я даже не знаю я не знаю что мы будем делать с этой машиной может мы ее просто восстановим как ариалия ариалия реалитетную машину я правильно сказал и хуй они правильно сказал стопудо восстановим ее может просто без тюнинга может у меня бахнет в голову и я все-таки захочу ее восстановить с тюнингом но не знаю пока что я думаю думаю а давайте ее быстро а зачем у нас нету детали так а давайте посмотрим не туда я имею ввиду тюнинг кузова посмотреть что здесь есть но здесь такой просто фары там капот какой-то с дыркой но смысл нам капот с дыркой если у нас это да не будем даже тюнинговые детали брать возьмем обычный кузов возьмем самые обыкновенные детали которые на него можно поставить и восстановим как скорее всего реалитетную машину давайте все это запихури много купим да так давайте быстрее отлично давайте соберем сразу вкусов тогда кузова поставим все на место все установим а номерные знаки еще нужно купить обязательно номерные знаки нужны так отлично давайте сразу прикупим номерные знаки я хочу просто и покрасить посмотреть какие цвета есть так как какие номерные знаки мы сюда повешу я если даже не знаю честно какой номерной знак поставить не давайте монтану поставим 2 монтаны до купим монтану так давайте повешаем номерной знак отлично она с оригон и было но теперь будет с монтаны пофигу дверьки лобовое стекло эти стекла так зеркала отлично потому что ой родной цвет мне вообще не нравится эти машины он какой-то коричнево блево мне не нравится цвет я думаю еду ну и в черный и если можно две полосы через весь кузов и пануть то мы с вами это сделаем отлично так задний номерной знак обязательно здесь последняя сторона где мы все соберем так зеркало и последняя стекло вроде все собрал вроде все поставили давайте и вот чем не планшет мне нужно переставить автомобиль в покрасочный бокс давайте сразу этим займемся так и собственно говоря покрасить так я все время забывая нажимаю вниз первым делом мы смотрим наклеечки так вот две черные полосы либо одна сбоку как-то даже не по центру через весь кузов белая полоса жалко что это все кстати больше нет две черные полосы да но раз две черные полосы то по сути машина должна быть белой ну смотрите в принципе в принципе что я могу а у нее еще смотрите сбоку что-то написано фэйсбэк 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 наверное вот так правильно будет ну в принципе белый неплохо смотрится но хром хром конечно может мы как-нибудь машину сделаем из хрома но на мустанге это явно не смотрится до хамелеон он такой белосерый видим там переливается в серый цвет но не особо перламутровый вот так вот будет выглядеть да он тоже как бы такой знаете на мат похож но с оттенком мат с оттенком если честно я даже не знаю что такое перламутровый на самом деле матовый вот чисто белый белехенький да и в принципе металлик белый а может мы ее не белым таким немного темно серым немного и пошел я пиздец в темность цвета а что если мы ее дунем в черный допустим да вот черный металлик и при этом сделаем одну эту белую полосу что у нас получится а получится у нас какая-то хуета если честно мне совершенно не нравится не знаю ребят как вам но мне лично не нравится поэтому давайте вернем ей белый цвет и сделаем две черные полосы через весь кузов да я думаю вот так вот лучше блин может все таки тюняшные детали поставить ладно хорошо давайте первым делом покрасим ее в такой вот белый цвет в этой серии мы начали с кузова да как бы хорошо теперь постами и обратно подъемника и уже надо еще проварить да у него кузов то стопы и уже проварили и так бахнули водички теперь мне знаете что интересно что там по кузову все-таки можно тюнингу кузова капот давайте не будем брать задние фары какие возьмем были но они тут такие стрёмные существенно родные мне нравится больше а вот передние фары так есть вот такие вот давайте вот такие возьмем передние фары мне просто интересно посмотреть как это будет выглядеть так давайте снимем алло гараж можно да спасибо вынем передние фары и установим новенький который мы только что приобрели вот такие вот темные но ребят но у его за фара да как фара да давайте ладно раз они тюня жены и пусть вот пусть будут ну пусть это не знаю внешний вид особо не поменялся если честно вот задние фары мне нравятся вот такие вот поэтому мы их и оставим потому что там которые есть они какие-то стрёмные что мне еще интересно узнать о данном автомобиле это какие сюда двигатели можно воткнуть у нас в данный момент стоит в 8 а еще слушать а может мы все-таки создадим так но это нужно двигатель разобрать давайте быстро его разберем тогда и уже я хочу посмотреть какой двигатель туда можно воткнуть и может воткнем совершенно другой двигатель а не тот который здесь сейчас присутствует то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для того, чтобы создать нам новый двигатель, нам нужно понять, какие движки сюда можно воткнуть. Так, для этого мы в состоянии. Вот все двигатели у нас перечисляются. Я сейчас фотою, ребят. Потому что я нахуй забуду, блядь, какие двигатели сюда можно воткнуть. Итак, я фотографирую. Ага, отлично. Фотография готова. И может даже дырявый капот купим для того, чтобы создать двигатель. Итак, что нам говорит игра? Значит, мы можем... Мимозим. Мимозим, значит, V8 ОШВ, который здесь, в принципе, и стоял поставить. Также есть двухкарбюраторный. Вот такой вот... Чем отличается? Так, 258. Мимозим 330 лошадиных сил. Вот этот можем поставить. 380 лошадиных сил. Так, еще мап какой-то. Маг можем поставить. V8 ОШВ, 355 лошадиных сил. 6П тоже можем. 343 лошадиных силы. Вот он, маг на 326 лошадиных сил. СС мы сюда не можем запихорить. А странно. А где этот двигатель, который вот, V8? Вот он. На 380 лошадиных сил. Его можно собрать. Тогда запихорить открытый капот. Давайте этот двигатель здесь и создадим. Вот, в принципе. Но для его создания я никак не посмотрю список деталей. Это очень плохо, кстати. Это очень плохо. Давайте для начала тогда купим сам... Как это правильно сказать? Так. Подождите. Вот нажмем на сборку. Монтаж деталей. Нам нужен блок цилиндров V8 ОШВ. Давайте его приобретем. Это на основе этого блока будет собираться весь двигатель, да? Так, V8 ОШВ. Где я опять его не вижу. Тут вижу B, H, M, H, K, Y, L, M, N. А просто V8 ОШВ не вижу. Так, я не понимаю. Ну, давайте вкладку двигателя переключимся. Может, его как-то там перенесло. Так. А, вот он. Вот он, этот блок цилиндров. Давайте его возьмем и установим. Ага, отлично. Мы поставили блок цилиндров. Теперь скантователем мы снимем этот двигатель. И машина-то у нас не в курсе еще пока что на каком движке. То есть здесь двигатель V8 ОШВ указан. А мы благодаря кантователю переставим обратно под машину. И нажмем плюсик. Установить этот двигатель. Хотя просто здесь блок. Но машина тогда определяется, какой двигатель у нас здесь стоит. Вот видите, он уже переписал информацию. И что здесь двигатель V8 стоит 2 Carp OШВ. Супер черджер, да? Для этого тогда мы снимаем этот капот. Идем в планшетик. Тюнинг кузова. Выбираем наш мустанг. И берем уже капот, который нам сюда нужен. Так, сборку деталей. Ставим этот капот. И поставили этот капот. Хорошо. Давайте его снимем и поставим, который нам нужен. Так, сборка деталей. Установить капот. Выбираем вот этот капот. Ага. А давайте, если мы его обычно просто капот покрасим. У нас интересно, полосы останутся? Или придется нам опять эти полоски наносить? Мне даже самому стало интересно. Давайте сходим в покрасочный бокс. Выберем покраску. Вот нового капотика нашего. Выберем белый металлик. И покрасим его, собственно говоря. А тут наклейки вот здесь даже закрыты эти функции. А, нет, вот открыты. Вот присутствует. Адсутствует. Присутствует. Один. А, ну вот как раз то, что нам надо. Все. Сюда, чтобы машину не гнать, да. Дверь закрывается, потому что, чтобы не распространялся эта краска по боксу. Так, хорошо. Теперь ставим капот. Удерживаем. Выбираем наш с дырочкой. Все отлично, как будто и ничего не произошло, да. Так, открываем капотик. Вытаскиваем отсюда двигатель. Убираем кантователь. Все отлично. У нас определилась машина с каким он двигателем. И для чего я это сделал, ребят? Для чего я это сделал? Так, устанавливаем наш двигатель обратно. Для того, чтобы в списке деталей вот здесь у нас указался уже новый двигатель. Вы понимаете? Делают. Здесь он перепишет под новый двигатель запчасти. И мы уже будем покупать на наш новый двигатель. Ну, то есть, который мы установили. Вот под этот он переписал запчасти. Хорошо, отлично. Так, дальше что мы с вами сделаем? Значит, наверное, надо все с него снять все-таки, да? Или что? Да ладно, потом снимем. Я сейчас хочу именно собрать двигатель. Мне прям, я не знаю почему. Почему захотелось собрать двигатель. Для этого я закуплю всего, чего здесь не хватает. А в принципе, здесь можно и это сразу будет закупить. И закуплю то, чего не хватает. Именно по движку. На будущее, чтобы мы смогли с этим работать. И скоро вернусь. Итак, вроде бы я все закупил. Все, что нужно было для двигателя. Мог что-то упустить, но и хер бы с ним. Так, я еще и так же избавился от деталей, которые у меня были в инвентаре, да? У меня сейчас все, что я только закупил. Тут есть еще у меня запчасти, которые связаны с ходовой частью. Нам не нужны пока эти запчасти в инвентаре. Тормоза, глушители. Это все нам не нужно. Так, коробочку оставим. Сейчас поймете. Ой, прошу прощения, зачем? Так, и вообще, на самом деле, мне здесь нужно снять этот блок цилиндров. Знаете почему? Потому что мы идем в покрасочный бокс. Мы идем с вами в покрасочный бокс. Так, давайте через эту дверьку выйдем. Пройдемся. Вот здесь есть вот эта дверка. Ой, 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 дверь открыта. Так, знаете, что я подумал? А что у нас тут вообще по запчастям? Ну, вот как раз только двигатель, да? Но это, по-моему, не все запчасти, которые мы можем покрасить. Или я что-то не закупил, не знаю. Вы знаете, что я придумал? Мы покрасим в белый цвет совершенно время. Но мы сделаем хромированные детали. Я так подумал, почему бы не сделать хромированный двигатель? Вы представьте, двигатель из хрома. Это же должно выглядеть прикольно. Тем более из белого, как положено. Они до этого мы красили золотой, хром там изумрудный. А теперь чисто белый хромовый двигатель. Вот на этой штуке хорошо должно быть видно, что такое хром. Вот, в принципе, это и есть хром, да? Ну, по сей день на газельках вы на бамперах можете увидеть хром. Но это уже не настоящий хром. Это уже подделка, которая отваливается, да? Но под хром это крутая штука на самом деле. И давайте мы все покроем. Весь двигатель наш покроем хромом. Так, головки обязательно все покроем. Не стал покупать мощные запчасти, да, так сказать. Так, давайте покрасим. Знаете, что я забыл купить? А еще по электронике там некоторые запчасти забыл купить. Ладно, сейчас мы докупим. Ничего страшного. Так, сначала красим хром. Все эти запчасти, которые у нас уже имеются, да? Коробку давайте тоже в хром покрасим. Она, кстати, должна выглядеть как хромированная. Все отлично. Тоже красим все детали, которые у нас имеются. Так, головки. Ой, это не головки, это крышки головок тоже в хром. Дунем, дунем. Все это быстренько в хром. Смотрите, хромированные провода у нас будут так же, да? Покрасим их в хром. Что у нас тут еще осталось? Я быстренько закупил еще запчасти, которых у нас не хватало. Так, распределитель зажигания. Что мы тоже покрасим или как? Ну, давайте покрасим, да. В принципе, сохраняются еще те запчасти. Так, и вроде все покрасили. Стартер я не буду красить, потому что это в какой бы цвет мы не красили, выглядит ужасно. Давайте раз это, вот это вот мы покрасим распределитель. В черный цвет и, наверное, давайте в матовый. В черный матовый, чтобы прям смотрелось, да? Так, вроде все, вроде все. И знаете, что мне пришло идея? А что если мы с вами еще и прокачаем эти запчасти, которые у нас имеются, да? Вот, допустим, блок. Нужно 48 частей, чтобы прокачать. Так. Ага. И это нам что-то прибавляет или нет? Или это... Просто мы схавали наши запчасти и все. Видите, нет тюнинга. Но при этом у нас трехзвездочные, да? Я не знаю. Ну, давайте попробуем все, что у нас имеется касательно ойда. Тут вообще все можно прокачать. Офигеть, а смысл? Вот блок мы прокачали, да? А где коленвал? Давайте коленвал тоже на три части прокачаем. Коробочку давайте прокачаем. Я не знаю, что это даст. Это даст нам что-то или нет? Ну, не знаю. Давайте воздухосборник, впускной коллектор прокачаем. Головки давайте. Ну, это же все-таки по двиглу, да? Давайте прокачаем. Почему нет? Карбюратор тоже давайте прокачаем. Второй карбюратор. Водяной насос. Ну, не знаю. Давайте попробуем. Смотрите, у нас запчасти просто отлетают. Просто отлетают. Ну, давайте крышки еще прокачаем. Я надеюсь, хватит. У нас запчастей пока хватает. Что ибо еще тут можно прокачать? Ну, я не знаю. Поршни. Я не купил поршни, кстати. Давайте распредвал тоже качнем, да? Что здесь еще можно? Ну, я не знаю. Стартер давайте прокачаем ради интереса. Ну, и все, в принципе. А, ну, еще давайте воздушные фильтры там. Хватит, не хватит? Вроде не хватит. Все. Воздушный фильтр хватило. Все наши запчасти улетели. Вот. Теперь давайте закупим поршни. Поршни купим. И все, в принципе. Приступим к сборке нашего хромированного двигателя. Так, нам нужно 8 поршней, пожалуйста. Спасибо. И все. Теперь мы можем собирать наш хромированный двигатель. Давайте приступим. Я не знаю. Ну, вот мы знаем, что она третьего качества. А что толку? Это ничего не дает, по-моему. Лучше все-таки использовать эти детальки на... Я так подозреваю. На этих, как его звать? На тюнингованных деталях. Да, вот генератор посадил рано. Хорошо. Ну, на самом деле, по-моему, отличие от того, что он у нас хромированный или не хромированный, я пока что не вижу. Так, давайте все поршни засунем. Ну, в принципе, быстро здесь соберем вот эту вот часть. Также могу сказать, по-моему, сами поршни, которые мы сейчас ставили, и вкладыши к ним были более хромированы, чем даже тот же поддон, да? Так, зачем? Давайте повернем двигатель, чтобы было удобнее собирать. Ну, блин, жалко, конечно. Не видно, что... Так. А, ну мы же скинули запчасти. Давайте все отсюда заберем тогда. Да вообще все заберем, боже мой. Нам все пригодится в будущем, я думаю. Ой, да у нас даже были запчасти, которые нам нужны. А, подождите, это я санитаря складываю. А я это и думаю, что не так. Нам нужно собрать все со склада, все в инвентарь. Да, долго это будет. Отлично, я все забрал. Там запчастей просто тьма, просто тьма. Давайте попробуем, конечно, собрать, но у меня даже два маховика, четыре диска сцепления. Ё-моё, я это еще и все покупаю. Так вот, я говорю, что я говорю. Я уже забыл, что я говорю. Я имею в виду, что не очень похоже на хром, что очень обидно. Я бы хотел прямо хромированный двигатель. То есть, ну, он как-то... Вот, допустим, на генераторе видно, что это хром, да? А вот ставим и все. Он просто беленький. Он даже не видно, что он хромированный. Топливный, кстати, можно было тоже покрасить, но не вижу смысла, потому что провалилась, провалилась наша идея. Вот, давайте на крышке ГРМ посмотрим. Ну, что это? Ну, типа белый цвет, да? А как бы, по-моему, если мы уберем даже белый цвет, но все равно будет выглядеть точно так же. Вот как вот эта вот штука. То есть, видите, они даже цветом не встречаются. Жалко, жалко. Мне бы хотелось видеть прям хромированный двигатель. Ну, ладно. Что получилось, то получилось. Обалдеть. У меня шкифа коленвала нету. Хорошо, сейчас мы прикупим. Так, шкив коленвала V8. V8 или V8? Я не тут купила. Что страшного? Денег у нас до хрена. Нам вообще не жалко разбрасываться. Да, прикручиваем. Вот он даже, он больше похож на хром, чем наш блок двигателя. Катушка зажигания. Давайте. Головка блока цилиндров. Вот видите, я оставлю прокаченные на три звезды. А толку? Что толку? Вот смотрите, оно какое-то темное. Он даже на хром не похож. Видите, вот в этом моменте. Вот здесь прям очень хорошо видно. Он какой-то даже, он не получился, не фромированный, какой-то темный, да. Более темный. Так, свечи зажигания давайте, конечно же. Куда без них? Куда без свечей зажигания? Ну блин, я немножко расстроен, если честно. Я немножко расстроен с тем, что вот так получилось. Вот у нас. Не очень, не очень. Я думал, будет намного прикольнее выглядеть. Но, как, лоханулся, лоханулся я. Ну ладно, что, бывает, бывает. Ничего страшного. Я думал, он будет прямо хромированный, хромированный. О, вот у нас. Нихуя не хромированный. Сейчас вот в воздухосборнике, когда мы поставим, вот именно на воздухосборнике будет четко видно, что такое хром и как, я думал, будут выглядеть остальные детали. Ладно, давайте быстро уже тогда соберем двигатель, потому что я не получаю опять никакого удовольствия от сборки, потому что, ну, я, если что, вот как уже сказал, я немного расстроен тем, что не получилось то, что я хотел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ребята, ну что я могу сказать, у нас, у нас провода, вот, у нас провода, они получились более, ну, хромированные, чем вот блок двигателя или, допустим, головки, да. Вот они больше всего похожи на хром, естественно, воздухосборник, чем-то тоже уже похож на хром, да, вот, с этой стороны хорошо видно. А все остальное, вот, допустим, вот эти части, они тоже должны были быть хромированы, но они просто белые, я не вижу хрома, я хотел прям хром, это, блестяй, вот, смотрите, вот, в этом месте, вот, она прям хромирована, видно, а все остальное, блин. Ну, почему так получилось, не знаю, но я немного расстроен, я немного расстроен этим событием, давайте, так, подожди, снимем его, да, снять двигатель, давайте воткнем в нашу машину, может, если мы его поставим, он более элегантно, красивее будет выглядеть, не знаю, давайте попробуем, посмотрим, посмотрим, как это все будет выглядеть на машине, тогда, конечно. Все, уперистик нужен, ну, что, ну, хром, да, сверху хромик, ну, и что это нам дает, все, а здесь вот так мы смотрим, ну, двигатель, как двигатель, ну, ничего такого нету, движок, как движок, ну, блин, вроде, вроде выглядит, конечно, получше, ну, давайте попробуем поставить коробку, еще она же, массивные детали, тоже у нас, типа, хром, так, сборка, давайте воткнем коробку передач, вот, она тоже белая, конечно, на ржавых деталях, двигатель сразу, конечно, отличается, да, согласен, двигатель сразу, отличается, конечно, на ржавые детали, ну, не знаю, не знаю, ребят, ну, как бы, так, давайте вот отсюда, вот так посмотрим, правильно, двигатель, назад нельзя подвигать, ну, вроде, конечно, неплохо смотрится, может, когда мы соберем ходовку, вид изменится, но, так, вроде, да, согласен, хорошо, на ржавых деталях, когда вот он, двигатель стоит, он очень сильно дает о себе знак, то есть, прям видно, что, да, двигатель обалденный, красиво стоит, красиво выглядит, но, если мы сейчас, допустим, соберем все детали, давайте, ой, блин, забыл слить жидкость, здесь я тоже сейчас забуду слить жидкость, да, 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 вот, в принципе, так он выглядит вроде неплохо, да, но вот это, вот это разве хром, это уже больше на черный цвет похоже, но, когда мы соберем ходовку, ребята, ходовка приблизительно вот такого же цвета будет, и все, все, и вся ее оригинальность, она пропадет, я не знаю, может, попробовать ходовку тоже в хром думать, может, мы тогда заметим отличия, ну, не знаю, не знаю, ну, вообще, ну, вот, оно не то, чего я ожидал, ладно, ребята, давайте мы на этом закончим, иначе у нас очень огромная серия получится, как с этим изумрудным двигателем, да, вот, и закончим тогда входовку в следующей серии, ну, целиком машину закончим и продадим, пока что всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok